Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Черноморец готов, видимо, Константин Зарянов и его команда готовы вместе ответить у нас непосредственно игрой на футбольном поле. Вот момент. Черноморец немного взрывает у нас встречу. Передача налево. Адаев под правую ногу мяч держит. Адаев бьет в дальний угол. И вот он момент. 27-я минута. Если вдруг Черноморец сегодня пройти дальше не сможет, то Константин Георгиевич точно сможет сказать, что подход у нас будет. А вот это как раз, наверное, самый опасный вообще момент в матче. Действительно, троих положил на газон. Адаев. А вот это хорошая передача. И можно здесь ходить в штрафной прострел низом. Не совсем в ход партнеру. Адаев пошел обыгрывать. Обыгрывает Аюкина. Подача в штрафную площадь. Удар головой. И заблокирована вот попытка под номером два. И вновь опасность Адаев. Создает своей подачей. И, кстати говоря, опять классный сыграл в защите Асила. Смотрите, он заблокировал удар. В конце первого тайма подача не пойдет. Здесь передача низом. И можно пробить поворотом в дальний. Как говорится, на безжидье. В общем, такой момент будет неплохим. Но это по-настоящему хороший момент. Потому что здесь была проникающая передача в штрафную. Здесь была попытка пробить метров с 12. И она была не накрыта соперником. Впадая в дальний угол. Свалился с ноги. Сейчас еще одна атака. Маклаков рвается в штрафной удар. Ближний. Это воевать Григорий Борисенко. На пробел он выше. А вот это атака Маклакова. Классная передача пяткой была выполнена от Басырова. Ну и дальше в ближний угол Викторий Смирнов не пускает от мяч. Хотя можно было попробовать сделать передачу. Там Абакаров, посмотрите, один оставался во Вратарской на границе. Маклаков, правда, не поднимал туда голову. А кондитированного времени не было. Поэтому пас назад дождался он этого момента. И отправляет у нас команды отдыхать. Не самый событийный, но, как я в итоге скажу, наверное, не самый скучный. Первый тайм. 0-0, первый тайм. Я думаю, что мы сейчас посмотрим еще и статистику первой половины игры. А потом уже отправимся отдыхать. И потом у нас будет возможность передача. Легенда. Новая высота. Время. Возрождение морской легенды. Футбольный клуб. Черноморец. Новороссийский. Перка. И мы с вами начинаем вторые 45 минут в этой встрече. Действительно, изменений никаких. Значит, давайте бегло вспомним, кто с первых минут трудится у нас на футбольном поле. Замена была. Также в городе много и турецких объектов, которые относятся к годам Великой Отечественной войны. Таких ранних версий считается версия основания населенного пункта. По дате основания турецкой крепости Джуккаль. Начал нас лут. Ну да ладно. Про историю. Смотрим подачу. Кажется, футбол у нас вновь собирается. Интересно, атака тут зреет у Черноморца. Они уже вошли в штрафную площадь. Прострел. Попадает мяч в Абакару. Убьет он. И как? Как сейчас не закрывает этот момент Черноморец. Отправляет мяч над перекладом. Смотрим еще раз. Здесь как сложился, как среагировал на все происходящее Магомед Абакару. Смотрите передачу. Вот рикошет он успевает пробить через себя. И правда здесь просто осталось замыкать. Как клюшку на пятаке. Надо его подставить ногу. Но мяч туда. В мяч углового. Такой длиннющей подачи в район 11 метров. Подбор будет. Удар Маклакова. Ассортимент Кубка России. Реформы. Момент. Какой в дальний угол удар. Вот это был шанс. Вот это был шанс Камаза. Единственный за весь матч, который они так долго вынашивали. Давайте посмотрим. Из ничего атак-то родилась. И передача вот здесь классная. В ножку партнеру. Все в подстемп было сделано. Вот аргемия Укомского. И попадая в дальний, в общем и целом выводи команду. Шестой раунд. Или близко к этому. Руденко. Готовил удар. Руденко уже здесь в окружении трех. Бьет Руденко. Там еще был небольшой рикошет. Это был от Савелия Ратникова. Посмотрим еще раз. Вот подкат. Тут 5 и 12 ноября. Посмотрим атаку. Подача. Удар пароль. Удержал тот мяч под своим контролем. Укомский подача. Отпускает мяч вратарь. И все могло закончиться в этот самый момент. Эпизод. Да. Вот теперь пара. Интересно, что бы сказали. Вообще пристали черноморцы. Уважаемые болельщики. Там за пол в центре боля. Семь в матчу. Забыл кому. Ищет. Сейчас нашел. Ну а теперь в серии пенальти. Поединку угадал. Тоже имел прекрасный шанс. И Который где забивает пенальти. Между ними 11 метров. И катит под штамбу. Ох, был близок ко второму. Забивает Коробов. Разбегается Горелов. И тащит мяч. Райф разбегается по разным углам. Третий удар в ту же точку. И на этом закончена у нас серия пенальти. Черноморец. А выигрывает Камаза в домашнем матче. Пятого раунда. Пути региона фонбет Кубка России. И конечно главный герой встречи у нас Михаил Филиппов. Который выручил команду в конце основного времени. А так не уже даже фенитизированного времени. Черноморец. Одиннадцать ударов в сторону ворот. Пять у Камаза. Ни одного попадания с города. 4-0. И Черноморец по два удара точки. Который сбор отправил каждому стайму. По главе 5-2. Ни одного оффсайта за весь матч у нас. 10-6 по нарушениям. 4-2 по предупреждению. Владелец черновой среды на 41. Да, наверное, здесь был у нас Черноморец активнее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова